итак друзья всем доброго дня писал на днях тут статью такую интересную кстати ссылку будет в описании можете перейти посмотреть сколько литров в системе охлаждения двигателя и знаете вот на некоторых автомобилях там пять с половиной литров на некоторых 6 7 других там 8 литров и знаете вот я начал рыть и копать а почему именно такой объем почему например не 3 литра либо там не там 12 или 13 литров там 14 литров почему именно вот пять с половиной 6 или 7 понятно что это рассчитывать ну как это все дело рассчитывается собственно два дня я копал эту информацию нигде такой информации нету вспомнил теплотехнику из своего инженерного прошлого ну в общем то самому стало интересно и вывел вот такую вот небольшую табличку формулу вот такой вот рисуночек я думаю информация будет вам однозначно полезно хотя бы просто для саморазвития но давайте не будем затягивать начнем смотрите кбд у нас двигателя внутреннего сгорания 20 25 процентов всего как определяется у нас мощность нашего двигателя ну некоторые снимают с двигателя с маховика другие снимают с колес ну и допустим мы сняли мощность колес она у нас получилось 100 лошадиных сил но это вот условно если перевести это на киловатт это получается 73,55 киловатта здесь вот делим на 1 36 100 лошадиных сил и вот у нас получается вот такая мощность но как правило все производители указывают мощность двигателя при максимальных оборотах то есть когда у вас оборота там пять шесть тысяч и вот это вот мощность она получается именно при максимальных оборотах также ни для кого не секрет что у двигателя внутреннего сгорания очень много потери на нагрев механические потери вот потери на нагрев составляет примерно 30 процентов если мы берем что у нас максимальной мощность 73,55 киловатта то соответственно плюсом к ним тепловые потери будут идти 22,1 киловатта просто слушайтесь 22 киловатта тепла теряется просто вот при вот этой вот максимальной мощности не это очень и очень много и нам эту тепловую мощность нужно куда-то рассеивать иначе двигатель наш заклинит и все и у нас не проработает там я не знаю пяти минут что делают производители как это все дело высчитывается вот я тоже очень долго это читал какие-то крупицы находил и все-таки я сложил так в определенные базы давайте начнем с того что по теплотехнике где-то 40 процентов тепловой энергии у нас тупо вылетает в трубу 40 процентов от 22,1 киловатта это у нас 9 киловатт вылетает в глушитель ну теплый воздух соответственно сам глушитель там нагревается нагревается у нас катализатор на все это тратится где-то давайте будем считать что 9 киловатт вот в нашем примере дальше идем будем считать что двигатель у нас алюминиевый весит он 100 килограмм чтобы нагреть у нас один килограмм алюминий нам нужно потратить энергию 3,9 умножить на 10 5 степени это вот здесь 5 степени они 105 это получается у нас 30 90 тысяч джоулей на килограмм или это 0,1 киловатта ну соответственно умножаем на 100 и получается у нас 10 киловатт ну средний двигатель прогревается сильнее снаружи он прогревается не так сильно но в среднем 10 киловатт мы тратим то есть уже 9 плюс 10 это 19 киловатт из 22 то есть мы как бы вот отводим вот на этот нагрев дальше у нас идут радиаторы идет основной радиатор идет ну как бы второстепенный радиатор или это печка салонная основной радиатор в спокойном положении может рассеивать где-то 2 киловатта тепловой энергии салонной 0,5 киловатта если включается здесь у нас обдув он уже может рассеивать 4 киловатта а салонный может до 2 киловатт рассеивать это когда печка на максимум у нас выкручена ну и в итоге да вот хочу отметить что вот эти два радиатора они у нас без антифриза работать не будут то есть они не будут отводить как бы тепловую энергию я думаю это понятно но и в итоге если у нас все это сложить 9 киловатт 10 киловатт 2 и 0 5 у нас получается 21,5 киловатта а у нас тепловая энергия 22,1 то есть у нас остается излишек 0,6 киловатта и для того чтобы радиаторы отводили нам нужна какая-то жидкость что мы делаем мы заливаем либо антифриз либо воду там либо тасол но нашем случае берем антифриз у антифриза примерная удельная теплоемкость где-то 3,9 килограмм соответственно если нам нагреть его до 100 градусов и 3,9 умножаем на 100 получается 390 килограмм или 0,11 киловатта в час чтобы нагреть нам 1 килограмм ну или литр килограмм и литр по плотности примерно у антифриза равны соответственно 0,6 мы делим на 0,11 у нас получается 5,45 литра с учетом того что у нас есть еще расширительный бачок и мы туда должны сколько-то антифриза бахнуть ну там 0,5 или 0,55 это я по минимуму взял да но может там литр где-то антифриза в зависимости того какой расширительный бачок ну в среднем у нас получается 6 литров вот это минимальный объем который нужен в нашем примере именно для нашего двигателя если объем будет у нас меньше там где-то литр три-четыре антифриз у нас тупо закипит и испарится соответственно двигатель мы перегреем и он нас заклинит если мы нальем больше литров 12 и вот этот антифриз он будет прогреваться очень и очень долго соответственно зимой мы просто в таком автомобиле замерзнем ну то есть не замерзнем мы будем прогревать двигатель там 15-20 минут и соответственно ну будет холодно автомобиля особенно каких-то при крайне низких температурах там минус 20 минус 30 градусов я думаю тоже понятно в итоге для нашего двигателя 6 литров это необходимый минимальный объем который при максимальной нагрузке отведет тепло двигателя не даст ему перегреться и вот еще друзья хочу сакцентироваться на том что это при максимальных оборотах если нам взять какие-то минимальные обороты ну например холостой ход и пойти с другой точки зрения да вот с точки зрения сжигания бензина то при холостом ходе у нас расходуется где-то один литр в час если посмотреть сколько тепловой энергии уделяется у нас при сжигании одного литра там 95 98 бензина то это 42 мега джоуля либо одиннадцать целых одна десятая киловатта это в час то есть если автомобиль работает нас на холостых оборотах и соответственно плюсом идет нас 30 процентов тепловая энергия это всего три целых тридцать три сотых киловатта тепловой энергии и с холостого хода это очень мало и двигатель наш прекрасно это все радиатор это все прекрасно у нас рассеет вот эти всего три целых тридцать тридцать три сотых киловатта а при максимальных оборотах это двадцать два целых одна десятая киловатта но слава богу что двигатель у нас с такими оборотами работает но очень мало но очень мало то есть вы прижарили а дальше отпускаете педаль и соответственно автомобиль уже не работы с такими высокими оборотами вот такое вот видео такая статья получилась я думаю она была вам полезная действительно такого материала нигде нет сколько не искал не нашел но вот пришлось спать вспомнить теплотехнику и вот рассчитал и видите все оказывается достаточно элементарно когда ты понимаешь как это все дело работает если понравилось друзья ставим лайки и подписываемся на канал будет еще много интересных видео у меня на этом друзья все всем пока а